Забери меня в прекрасную обитель твоих лотосных стол, на могущественной лодке своей милости. Объяснение. Когда ум очень встревожен чувствами разлуки, любящий предный может испытывать беспомощность, неудачу и чувствовать себя неспособным положить этому конец. Хотя он чувствует себя разбитым болью разлуки. Он знает, что нет иного спасения, кроме получения личного даши нашей Радике и служения ей. Госпожа, я беспомощно страдаю посреди океана печали. Забери меня в прекрасную обитель твоих лотосных стол, на могущественной лодке своей милости. Я приехал сюда за образованием. За сменой образа чувств. В русском, мы используем word образование. The root is образ. Образ means image. It means creating something according to original image. It's a Russian word of education. I came here to receive new feelings. New, something new. Образом мыслей. Образом действий. I want to change the way of thinking, way of feeling. И главным образом, за сменой образа жажды. And most important, to change the way of how to be eager. Жажды. Лоба, eagerness. Yes, I want to change the way, how is coming, this feeling of eagerness coming. Расики передают свой образ чувств. В тех образах, которые они выражают в словах. Through the images or pictures, which are expressed through words. Поэтому та картинка, та картина, которая возникает в образе, what is why that picture, which is the drone inside of us, является основной действующей причиной смены моего образа чувств. is the main reason to change my own image, my own understanding of everything. Еще раз. I will repeat. Та картина, которая возникает на холсте моего сознания, that picture, which is a period inside of me by the words of Расика Вашнава, на холсте моего сознания, я переводю как могу, потому что я не знаю слов о холсте. Холсте. Я сказал просто, что картина в том числе. Ну, ладно. That picture is a period inside of me on the white board of my consciousness. И есть та действенная причина, по которой я меняю свой образ чувств. It's the main reason by which I'm changing the image of my feelings. И это не это не составляет усилий. And for this no need efforts. Это является глубоким откликом моей вечности. This is coming from the deep of my atma. It's like echo. Будто душа узнает родное. It's like my atma recognizes something which is her own. It's so similar to soul. It's part of his own soul. Не знаю, как это звучит на английском, я служу тем, кто говорит на русском языке. It's so native to the soul. What is why my soul is a response to what I'm hearing? Поэтому эта смена здесь происходит естественно. What is why these changes of way of feelings or image of feelings is so natural? Она не революционна. It's not revolutionary. она эволюционна. But evolutionary. И в основе этого образа чувств and in the base of this image of feelings лежит коренное желание. The root desire inside of this root desire мы есть то, что мы жаждем. We are what we are so eager to receive it. Мы есть то, что мы жаждем. We are our own eagerness. Образ чувств — это образ наших желаний. The image of our feelings is image of our desires. питающим корнем которых root of each of that image является фундаментальная жажда is fundamental eagerness стайбава стайбава неутолимая жажда служения свами. That eagerness is not possible to fulfill. You can treat this eagerness but it still will just grow and grow. И здесь образ свамини он крайне важен. In that case the image of свамини is very important. сегодня образ свамини для меня расцвел новыми красками. And for me the image of свамини become much more colorful it's fresh it's new. Она стала ближе ко мне. She has become more closer to me. Потому что открылась тайна. Because particular secrets some hidden truth was opened. Гурдеф открыл тайну. Should Gurddeф open the truth? Hidden truth? Приведу пример. For example, утренняя лекция была связана с преодолением препятствий, когда свамини преодолевает препятствий на гути в писару. For example, today in morning discussion of Shira Rasa Sudhamidhi, the main subject was how Shri Makti Radhika overcome all obstacles on the way to her abhisar, on the way of her mitimis Mohan. И там есть элемент связанный с колючками. И эти колючки не давали мне покоя много лет. Никто не мог ответить мне на вопрос, что же происходит там на самом деле. Потому что из этого отношения, из этого действия возникает три разных образа Свамини. А нужно получить именно тот образ, который передает Расика. Это очень важно, чтобы не было домыслов. Есть три вида. Первый, это когда Свамини невесомое и не чувствует боли. Второй образ, когда она чувствует боль и ничего не происходит, то есть она терпит просто, но ничего не происходит. Второе образ, когда она становится мягким, но она просто толерен и не делает ничего. То есть колючки становятся мягкими, есть такой вариант ответа. Например, слышим что торты становятся мягкими, как из рубра. Такой вариант есть. Или внимание, они протыкают ее стопу. Они большие, они острые, твердые, как гвозди. и из этого возникает три разных образа свамини. И сегодня Гурудеф открыл наконец-то тайну. колючки протыкают. Это транс пирс ее мотер свит. Но она в этот момент вместо страданий испытывает блаженство. Но она не страдает счастье. Она чувствует счастье. Далее в комментариях Анандасбабаджа говорит об этом. И если вы read больше в комментариях Анандасбабаджа Камараш, вы можете найти это. И еще Гурудеф сказал, что Кришна потом заботливо вытаскивает этих колючек. И это делает манджари по дороге, когда она уже не может бежать, когда они вытаскивают эти колючки. Или это может быть манджари которые падают от если она больше они сдавали и они вытаскивают. И правда чувств которые сегодня пришли от Дурудефа правда чувств Расика отозвалась глубоко во мне, глубокой правдой во мне. И глубокой правдой во мне. И эта правда есть Тайбава. Говин Дамахини спрашивала меня где нарушения в тех зумах которые были ранее. В частности в Махараси. Говин Дамахини спрашивала что было wrong с нашими зумами что произошло раньше. Почему Шагадев не так счастлива. сейчас я могу эту картину рассказать. Чтобы было понятно уже в картинах. тогда это будет так очевидно потому что это будет форме восприятия внутреннего восприятия. Just to feel the difference in two images of ceiling. Итак я начинал свою картину со стороны Кришны причем со стороны Кришны я воспринимал восходящее солнце Шимати Радхи которая выходила на арену танца Раса I saw appearance of sun rising sun of Шимати Радхи со стороны да in Rasa Mandala from the sight of Кришна со стороны Кришны то есть я строил картинку исходя из драматургической особенности своего ума I made that picture according to nature of my mind which is structured for making dramas theater в практике все обстоит в нашей практике все обстоит несколько иначе but in our spiritual practice actually it's different все зависит от точки восприятия everything is depend on the point of view далее я перенесся соответственно в Манджарибаву так описывая как Радика ступает пьяными шагами ступает на эту арену how she манджарибаву Под взглядами всех гопи, которые увидели ее славу. И здесь опять же, даже здесь, даже когда мы смотрим, на этот процесс изнутри, изнутри этого бережного отношения, то есть когда мое бережное отношение к Сламини, моя забота о ней, моя защита ее, они являются проявлением Манджари Бхавы. And then I see on this picture from my feelings that I want to protect Сламини, но даже в этом случае желание наслаждаться разговорами и картинами Манджари Бхавы Even in this case, desire to enjoy by the conversation about Mанджари Бхава and these speeches and feelings, если это является ведущим мотивом. If this is main desire in my heart. Это очень тонкое внимание, внимание, это очень тонкий момент. We are telling about very subtle difference in desires. Что является нашим ведущим мотивом. What is main motive, what is main desire, which is make us move. Если мы получаем наслаждение. If you will receive enjoyment. И это является, желание получить наслаждение является основным мотивом разговоров о Манджари Бхаве. And desire to receive this enjoyment through conversation about Mанджари Бхава is the main desire to Sanchari. Then it will be Sanchari Бхава. But with me, the main is, what is the main desire? What is that feeling, which is pushing, move us towards what we are doing? Особенность, особенность нашей Тайбавы, Тайбавы, к которой мы стремимся. Особенность, может быть стоит все-таки напомнить, что такое Sanchari Бхава. Но это неустойчивое. Я просил Дамадхар Бхаву, для того, как это значит, что Сан-Шариба. Он говорит, что это значит, что не стремится, но значит, что всегда изменение в силу, всегда изменение в положении. Отблеск к чужой. Это значит, что это в рефлексе, Особенности нашей, той страибавы, которую мы стремимся развить, в отличие от других, является незаинтересованность в санчари-баве и других украшениях. Незаинтересованность. Манджари не интересуются в санчари-баве, вебичари-баве и других аланкарских бавах. Незаинтересованность. Потому что страибава, наша страибава, есть связующее звено с внутренним образом чувств Шримати, с внутренним образом ее желаний, и вот эта связь есть главное, жизнеобразующее свойство Манджари. Это душа Манджари. Это жизнь Манджари. Это жизнь Манджари. То есть Манджари контролирует, чтобы они не мешали ей. В этом простота. В Бахтира-самри-де-синху Руба Госвами описывает чувство Ратики, многообразие ее проявлений. Но у Манджари у них другая природа. Поэтому здесь, чтобы пестовать это настроение, Нужен настрой. Тонкий настрой. И это Рати. А Рати возникает только к образу. Поэтому крайне важно принять образ, приходящий от Ратики. Это очень важно получить этот имидж Рупа в Шримати Ратика, который приходит через Ратика Ваишнау. Находящегося в Манджари-баве. Это Ратика Ваишнау, который находится в Манджари-баве. Его образ Ратики. Его образ Ратики. Как он ее видит. Как он ее чувствует. Что он чувствует к ней. Узнать это как свое. И из счастья этого узнавания. Строит свои личные отношения с ней. Потому что она непременно ответит, как мать. Ее анурага будет бесконечна. И ее анурага будет бесконечна. И этого хочет от нас Гурдэ. И именно этого хочет от нас Гурдэ. И он очень много вопросов. И он очень много вопросов. Я ответил в картинке на ваш вопрос? Можно уточнить? Просто я спасибо большое. Спасибо большое за ответ. Я просто не поняла. Хотела уточнить. Пожалуйста, можете пример привести. Вот эта идея, что Манджари, что у них их стаи бава, это их жизнь и душа, и все остальные, вебичари и прочее, они не должны мешать. Вот это на примере. Это что значит? She's asking, can you give the example how for Mandjari other bavas, like Vyabicari bavas or Avala Lankarsin bavas, for them can be obstacle. Это значит, что у них не дрожат руки. When they decorate in Shimati Radhika so to sit, their hands will not shake like Krishna's hands. Это значит, что они не падают в обморок, когда она падает в обморок, они не падают в обморок. Хотя испытывают то же самое. Понятно? То есть они способны совершать служение. Они способны подвести глаза, Shimati. They can make this line around the eyes very nice, very straight, how to say, without it. Украсить ее. In perfect way. Да. Украсить ее соответствующим образом. They will decorate her in perfect way also. All ornaments, all details of her dress will be in proper places. Это вчера Гурудев говорил. Как одеть правильно Shimati Radhika? Yesterday she would have explained to us how to decorate or how to dress Shimati Radhika in proper way. Чтобы каждый элемент ее наряда был на своем месте. Это контроль. Это контроль. Служанка знает как сделать Mohana счастливым выполняя это служение. And the medicine knows how to make Mohana so happy just by doing this serva. Это все Гурудев говорил вчера. Это страебава. This is страебава. И чтобы удержать свою главу и сосредоточиться на ней. And to keep their feelings and do serva мы должны увидеть это. We must see this picture. Потому что когда мы это увидим у нас не будет шанса. Because if you will see this picture no chance to do it. It will be so native for the soul. чтобы жить в этой праве нужно в ней утвердиться. To live in this bhava be always in this bhava be sthaya чтобы жить в этой bhava нужно в ней утвердиться. Да. Чтобы жить в этой праве нужно в ней утвердиться. To live in this bhava be always in this bhava we must be completely fixed in this bhava. Быть непоколебимым. Means no deviation. Это есть sthaya непоколебимым. This means sthaya sthaya значит непоколебимая. Sthaya means no deviation. И такая sadhana no changes. Да. Значит быть полностью сосредоточена на своей цели. And sadhana in this case means be completely fixed on goal. На ее счастье. The goal of such sadhana will be your happiness. Manjari в этом случае это способность контролировать себя, свой экстаз. And manjari means is this capability to control their own ecstasy. Способны взять ответственность за свами на себя. They can take responsibility on responsibility on they self. Они берут ответственность за нее на себя. They take her responsibility for themselves. Это их проявление ватсали по отношению к ней. Manjari означает взять всю ответственность за Радхика на себя. This means to take all responsibility about on on shoulders. Это наша садхана. This is our садхана. Когда есть такая садхана, and then this садхана is we have such садхана. Только тогда можно достичь садхи. Only in this case possible to reach садхи. без садханы нет садхи. Without sardhana no sardhana, no goal. Это ответственность. This means responsibility. То есть мы идем туда, мы не получаем наслаждение, мы идем не за наслаждением туда. Go towards this goal not for the enjoyment. Не себе. Not for ourselves. На оборот, мы отказываемся от блаженства. We actually rejecting our own bliss не является основанием нашей практики. Напротив, оно нам мешает. Она не является тем, для чего мы вступаем в практику. Наш мотив — это ее счастье. позволить находиться в точке, в этой точке, из которой она никуда не уходит. счастье первой встречи с Моханом. Она никуда не уходит из этого состояния. позволить ей находиться в этом состоянии исследования. Проживать главное событие вечности. Again and again until this most important event in eternity. не заново основ не заново основ It's English sounds like the day which is repeated but in Russian we have other words снова means with new. It's not same. It's coming with new. Something always new coming. Она находится в этом состоянии она не выходит из этого состояния новизны встречи. обеспечить ей эту возможность взять ответственность за ее счастье это Манджари Бала. Вот. Теперь понятно? В Индомохине is it clear? Да, это понятно. А я правильно поняла, что недостаток то, о чем вы говорили в вашей Катхе, то, что вы объясняли, это то, что вы слишком ходили в эксотические чувства Радики, слишком в них погружались, в это наслаждение ее, что ли, или в чем? Были у меня местами, местами, когда я описывал механику самого процесса. I'm going to my music. Is it correct my understanding when Russian Zoom what you explained before you was too much absorbed in the feelings of happiness of Shima Teradika? And his answer yes, in some moment yes. местами когда я описывал механику я входил в правильное состояние. I was improper consciousness sometimes not. Капли манджарибавы там были. Some drops of манджарибавы was rare. Также было и наслаждение. But also some enjoyment also was rare. Также было и видение сакхи со стороны. Потому что я описывал состояние Кришны. Но описывал его не через Шимати Радико. А через Сакхи Бабу, который ставит на первое место его. Моханна. Ну то есть имеется ввиду Сакхи который ставит на первое место его. Свои отношения Раджан 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 Но в основном там было Матхура Вась Кришна. Actually mostly I described Матху Раджан Кришна. Кришна Матхура. Теперь я это понимаю. Now I understand this. Потому что кое-что получил. сладостное тумаки. Очень сладостное битву. Может Свинти хочет добавить что-то. Все? Я тоже могу добавить что-то. Но первое есть Джайнанда Махарафи. У нас есть Джайнанда Махарафи Сумития есть. Я закончил. Теперь вопросы к We can all share. Now I'm familiar with some artists will share. It's very interesting. Thank you for sharing. Это было очень интересно. Спасибо что поделился с нами. Very deep points. Это очень глубокие моменты. I was not in last Zoom. Я не присутствовал на том Zoom. вспомнил. what you are expressing now also make me reflect. Но то, что ты сейчас рассказал заставит задуматься, вспомнить. I was thinking how Shila Rupa Goswami is making his expression of feelings of Mahaprabhu like a drama also. Я вспоминаю как Rupa Goswami выражал чувство Mahaprabhu в форме пьесы. And we have this one book of one professor who tried to describe it and he called the book Acting as a way to salvation. Salvation? Yeah. Like I mean of course to the manjari about. Один профессор у него есть книга которая описывает вот этот вот this book about feelings of Mahaprabhu of Rupa Goswami's drama Why he write drama. То есть в этой книге он объясняет и он назвал свою книгу на пути к спасению. И поскольку Домодар Паравов имеет опыт то есть он к нам пришел с этой сферы театра и это естественно для тебя что ты описываешь нам позицию своей точки зрения вот так тут и он смотрит за тем чтобы он был действительно сосредоточен на Манджаре Бави и то что мы делимся рассказываем это тоже выражение наших чувств переживаний режиссер говорит правильно режиссер и он смотрит как мы говорим находимся ли мы правильное настроение момент и мы танцем и играет и Огурдев проверяет это правильное ощущение это правильное пик пик как опытный режиссер смотрит за нами как за актерами как мы играем свои роли насколько подобно выражаем чувства в соответствующей роли в соответствующем Манджаре а иногда актер не знает как правильно выразить чувства он не знает какое чувство в этой сцене должно быть и мы пытаемся что-то там показать и может быть даже мы думаем что это хорошо это правильно но наш режиссер наш говорит нет нет это не совсем точно это не так таким образом нас формируют вот через вот когда режиссер учит нас правильно выражать чувства которые необходимы и у нас может быть много чувств и переживания особенно у Домедара пробовал я уверен там очень много чувств потому что иначе он не был бы актером и режиссером но Гурадей смотрит а это правильный 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 и он делает нам один пункт на нашем правильном Но какие бы у нас чувства ни были, как бы мы их не выражали, Шилл Градея все равно очень точно отслеживает, как мы это делаем, как мы выражаем свои чувства, насколько это точно. И я помню, может, Джейнанда Мараджи, который помогает мне, и также Воранга Лила, это было так же, что Шейтанья Махапрабху тоже был, я думаю, какой-то, 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 какой-то. Однажды, Джейнанда Мараджи, помните, что была такая сцена, была такая Лила, в Гоуре Лиле, в играх Махапрабху, когда в доме Шейваса Махапрабху играл роль Вселенской Матери, различных богинь. И я помню, что в той же время он тоже спросил, что это правильно, и он спросил, что это все хорошо, правильно? И Гадара его поправлял, говорит, нет, немножко вот так и вот так. И Шилу Гурдеф, он очень внимательно смотрит за тем, как мы выражаем свои чувства, какой образ у нас внутри. Спасибо. 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 В начале что-то происходит, есть некий образ, как в театре, во время спектакля. До того, как спектакль будет показан, кто-то должен написать сценарий. И есть режиссер. Он говорит, ты должен сделать так, вот так. И этот образ нашего Бхакти, чувства, это все очень важно. И для актера или актрисы очень важно следовать идее режиссера. Поэтому актеры и актрисы должны войти в состояние трансмедитации, как выразить правильное чувство, то есть в образ Акти. И если они не выполняют эту свою часть работы правильно, они могут вообще показать совершенно другую личность. Иногда японские актрисы даже вырывают зубы, чтобы войти в нужную роль, чтобы показать, какой-то образ показать. И вот эта практика Рагануги, в ней происходит нечто подобное. Мы следуем за определенной личностью. То есть мы хотим действовать в следовании за определенной личностью. Если мы хотим быть в Манджаре, то мы должны следовать за Манджаре. Да, мы должны следовать за Манджаре. Это образ Манджаре приходит к нам через Гурадео от Радхарани. И возникает сложность в том, какому чувству мы должны следовать. Поэтому так нужен режиссер, кто поможет. И вот таким режиссером в случае духовной практики является Расика Вайшна. Мы читаем Шри Радхараса Саданитхи, Шри Галапху Суманджари. И в этом случае для нас, например, для нас режиссером станет Шри Галапху Суманджари. А также Нас Бабхаджи Махара. И также Нас Бабхаджи Махара. И также Нас Бабхаджи Махара. Для меня стало яснее после объяснения Дамодара Прабху. То есть необходимый образ. И правильное чувство. И вот это правильное чувство должно быть стхая, оно должно быть постоянным. И в Бахти, особенно Бабхаджи Махара, говорится о том, что в Бахти могут быть неправильные смешения рас. Это называется раса-бхаса. Вот почему, что Гурдев нас взлетачивает на цели. То есть образ какой? Я Манжари. И также чувство, в каком чувству, главное чувство, которое мы следуем. Это это стхай-баба. Мы не следуем настроению Саки, Гопи. Мы следуем тому настроению, которое нам дает наш режиссер. Я тоже хочу поделиться, потому что Шилу Гурдев также спросил меня, говорить на эту тему. Хотя я даже спросил Шилу Гурдев, насколько сильный я санчари. То есть насколько сильно я гуляю в сторону от главного настроения Гурдев и очень большой санчари. Шилу Гурдев говорит, что кристально ясно. Мне очень понравилось объяснение Дамодара. Завтра вечером они уезжают. И я надеюсь, что вот это настроение, которое он получил здесь, он будет его удерживать, он будет его развивать. И жить в Баба Уласа Рати. Что означает Баба Уласа? Всегда быть счастливым в своих чувствах. Уласа означает принести счастье моей свамине. И другие манджари также, не только свамине. Потому что я пока еще не стал манджари, я даса, а ну даса, а ну даса. Слуга, слуги, слуги. Даже не даст, то есть даже не слуга, а слуга, слуги, слуги. Когда я увижу своих братьев и сестер, И я буду служить им с любовью и заботой. Чтобы создать вот эту однонаправленность мышления, чтобы чувство, часть матератики было нашей единственной целью. И тогда однажды милость точно придет к нам. Наставление Махапрабху очень полезное в нашей жизни, очень практичное. И это особая милость Чайтаньи, чтобы подойти к этому высшему моменту расы. И служить счастью, шимать Радике и ее спутниц, в этом есть счастье. Это дарует такое сильное наслаждение. Иногда я забываю Радику. Иногда забываю Манжари. Иногда я забываю быть Дасану Даси. И так каждый. Мы должны всегда чувствовать счастье в служении. Необходимо, то есть естественным источником счастья должно быть служение другим. Чтобы сделать счастливой мою Славину. Тогда появится возможность находиться в нужном настроении и служить с вами 24 на 7. И однажды она заметит эту маленькую служанку и приблизит ее к себе. Благословит нас, мы получим ее милец. Поэтому нужно быть внимательным и продолжать служить, терпеть. То, что результат может не появиться прямо сейчас. И продолжать служение. Человекраде, Can I add what you told me? What does it mean to be Sanchari? Then, if someone not always not doing services in Serup? Возьмите одну бутылку и попробуйте наполнить один стакан быстро, но при этом разливаю по всем стаканам. У вас быстро не получится наполнить один стакан. Это санчари. При таком подходе даже один стакан будет трудно наполнить. Вся вода будет разбрызгана. Бесполезно. Рады, рады. У меня маленький вопрос, можно? Рады, рады. Рады, рады. Рад слышать тебя. Рады, рады. Рады, рады. Архи-auge remade. Для кого она? Для кого она живет? Для кого она рисует с помощью своих манджари, пхав? Для кого она рисует вообще? Чем она живет? Да? Рада-рада. Сарфон делает эту драму Лилос, готовясь для него. Ведь она живет для него. Она живет только для него. У меня есть ответ. Дамадар, поверни, пожалуйста, камеру, чтобы я твои глаза видел. Пожалуйста, рады-рады. Рады-рады. На самом деле ответ уже был внутри. Я уже говорил об этом. Манджари предоставляет возможность ей находиться в непрерывном проживании этого открытия. Это не совсем тот театр, к которому мы привыкли. Здесь кульминация постоянно меняется. Это театр с живой кульминацией. А все повествование строится именно с кульминацией. Это как, если играть симфонию. Где никто не знает нот. Но получается стройное звучание. Неповторимое звучание. Постоянно новая симфония. Здесь сложно соотноситься с тем видом драмы, того вида контроля, который нам известен. В Радакришна-лилах, мы можем сказать, в театре, это очень сложно сравнивать с тем, что мы испытываем в нашем мире. Потому что здесь все подчиняются образу ее чувствам. Она и зритель, который желает смотреть это все. Она и актриса, которая хочет проживать это все. В каком-то смысле она все. Но контролирующим органом здесь является Анангаманджари. То есть той энергии целого, энергии результата. Результата, который каждое мгновение новый. That result is always new. То есть здесь нет статики. Нет статики. Нет статики. Невозможно записывать. It's supposed to stop it, this picture. It's always changing, always moving. То есть здесь постоянное обновление. Постоянное обновление. Always new. Здесь Рати как заказчик выступает. In this case, Шимати Ратика, that person who is ordering, I want this. А Манджари угадывает образ ее чувств. Они видят этот образ ее чувств. Предвосхищают образ ее чувств. И удаляют ее желания. Еще до того, как они поднялись. Еще до того, как они поднялись. Чем восхищают Шимати. Even before she understood by herself. And what is why she is so amazing by their servants. By their service. Вот. Поэтому, если говорить о каком-то контролирующем органе, который контролирует все в общем, то в общем это Анангаманджари. If we will speak about control in this case, this is coming from Анангаманджари. Но для кого все происходит? Это Ратика. But for whom is this Ратика? Да, Мандар, ты немножко уводишь на самом деле. Уводишь. Анангаманджари, смотри. Анангаманджари, она вот это, помнишь? То, о чем ты говорил в начале, да? Она проверяет, то есть ты Ананду к стопам Ратхики положил. Вот это, да, это пропуск, это начало. То, о чем ты говорил, помнишь? Да. Вот это Ананду. Ананду. Подожди. Ананга Манджари. Но дальше она тебе передает крупи. Она передает тебя крупи Манджари, которая находится на стопах. Которые вот эти эмоции, эмоции Ратхики. Но эмоции для него. Рада дышит для него. Опять же, она, знаешь как, она не для себя живет. Она, она не хочет кайфовать, да? Грубо говоря, кайфовать. Я не могу перевести тогда преднами. Они останутся безучастными. Они не смогут участвовать. Рады, рады, да. Да, да, да. Рады, рады. Безучастные. Вот это неинтересно. Вот это, что их беспокоит в русских зумах. То, что начинается диалог между Рада Гавиндой и Домодаром Прабу. И все. И преднами безучастным, что этот поток взаимный. Невозможно остановить, сквиниться и перевести. I'm telling. Please allow me to translate. Otherwise, you will just exchange with Домодар Прабу. And all English speaking the words. I couldn't understand anything. You will not take in part in this. Прости, пожалуйста, что я прервал. Но этот зум, он международный. Хотя он русский, он в то же время международный. Понятно. Рады, Чиран. Нет. То есть для, ну, для кого вот режиссер. Я настаиваю на вопросе, да. Для кого режиссер вот эта сцена, вот эти эмоции, да. Которые должны отражать и настраивать, да. Манджери и Ананга Манджери в том числе. Но Ананга Манджери, она, да. Она вот, я нисколько не умиляю, да. Я так же лежу, стоп, садху Махараджа. Ананга Манджери, да. Но для кого? Для кого эта эмоция? Она же, знаете, она не для себя. Она для него. Это понятно. Я тут говорил, в нескольких зумах я об этом говорил. Тебя тут ругают. И Шилобердев говорит, почему нет перевода? Я говорю, там нет Радагарина, дай перевести. Дай перевести немножко. Хоть что-нибудь перевести, дай. Моя Радагарина тоже хочет послушать. Ты такой сладостный, такой любящий. Но когда ты говоришь, кажется, что ты сражаешься. Но я знаю, что ты полный любви. Первый раз, когда я тебя услышал, я подумал, ты хочешь сражаться. Но твоя Бхава, она полна любви. И мы также хотим быть в этом потоке любви. В то же самое время. Тоже быть в этом потоке любви. Мы тоже хотим знать, что ты чувствуешь в этом моменте. Ты любишь нас? Ты не любишь нас? Ты не любишь нас? Ты не понимаешь, что мы не понимаем. Мы тебе не нравимся или что? Пожалуйста, помедленнее, что будет просить. Дай перевести, пожалуйста. Итак, Радагави. А чем у вас? Радагави, я отвечу к Дамандар Прабу. Он сказал, что вы дебеете, пожалуйста, я думаю, что Анан Гаманджави, что она делает, она проверяет нашу mood и привлекает нас к лотосуитам Шимать Радага, Асананда. Я слышу оптовизмом. Гурдеф говорит, что ты прав, но в каждом моменте он проверяет. Там Адага сказал, что она каждый мгновение проверяет. Каждое мгновение, каждый разговор, каждое чувство, она всё проверяет. Это в Бабаула Сарате или нет? Это то, что хотел сказать Дамодар Прабху. Проверять, значит, проверять постоянно, каждое мгновение. Да? Да, да, да. Переведите, пожалуйста, камеру на Махараджа. Мы не видим его, но его блага, его чувства. Рады, рады. Понимаешь? Рады, рады, дандават, пранам, гурадей, джейнанда, махарадж. Спасибо, я тебя здесь. Да, я тебя здесь. Я хочу спросить Дамодар Прабху. Я спросил, когда ты приедешь в Риндаван, я хочу задать вопрос о Дамодар Прабху. Хорошо. И, прежде всего, я хочу сказать, что мы очень счастливы, что в нашей семье появился Дамодар Прабху. С одной стороны, потому что так много эмоций в нем присутствует, а с другой стороны, потому что он актер. Я хочу спросить как актера. И я также благодарен Сунити, что назвал эту книгу «Действия ради освобождения, ради спасения». Это важно для нашей практики, потому что, в общем, мы все играем актерами в нашей практике. Что я имею в виду? Потому что, с одной стороны, мы как будто в театре играем. Мы представляем себя как манджари. Мы представляем себя как манджари. Мы играем роль в самовыражении как манджари. И это то, что мы делаем здесь, в материальном мире, когда находимся в материальных телах. И все же эта практика переводит нас в божественный мир. И таким образом мы действуем в материальном мире так, чтобы попасть в лилу, то есть театр божественный в духовном мире. Какой момент у тебя как актера, чувства, которые ты играешь, становятся твоими чувствами сериальными для тебя? Это называется практика присвоения. Это называется практика присвоения. Когда после читки, этюдов, поиски образов. После читать, я не знаю, как в английском языке, какой-то скрипт. Глубокая разработка образа. Это разработка актера? Разработка актера, да. И помимо той роли, которая написана автором. Актер пишет еще целую книгу. Где детализирует свои чувства. Историю своей жизни. Имеется в виду историю жизни персонажа. Пишет то окружение, которое не войдет в пьесу. И он описывает в его ду, свои советы, его друзья, его родители. Это не будет в драме. Это не будет показано. Но он должен это сделать. Те события, которые предшествовали событиям пьесы. В общем, описывает целую жизнь персонажа от его рождения до смерти. И эта практика называется практикой присвоения. В течении которой Правда жизни самого артиста, человека-артиста Оживляет правду персонажа. То есть то, о чем раньше говорили, происходит будто бы узнавание. Артист, будто бы в глубине себя. Находит этот образ. Он обнаружил эту личную личность. Будто бы он в нем всегда был. Он уже был в этой личности. Он достает его из тысячи. Это то, что он взял эту личность. Он взял эту личность из его собственного сердца. И это то, что происходит в нашем личности. practice, that we're imagining ourselves in the lila, we're imagining ourselves as manjari until the point where we discover ourselves in our own hearts as manjari. We discover ourselves as manjari. One thing now I want to share, one is a writer, one is a director, and some are actors, and one is more, with a viewer, and some are actors, and one is more, with a viewer. A viewer, yes, I wanted to say, who is the main viewer, who is the main audience, who is looking, who is the main person, a viewer, who is the main viewer, that all the acting and direction and writing is a beautiful when the audience of them. How much audience appreciate that? How much audience appreciate that? And viewers are never forget. They always remember that. Настолько режиссер, писатель, актеры, они это запомнят и всегда будут помнить об этом. And that soul is beautiful. И это очень прекрасно. И это очень прекрасно. So, Анантасвабаджи Махарадж написал одну книгу. Он называется «Расадаршан», и он напоминает. И он упоминает, что я удивлён, что есть Дхарма, Арха, Крама, Мокша. Есть пятая цель, Панчам Пуршатха, и есть ещё шестая цель, шестая цель для человека. Сварупа будет шестой Пуршатха, шестая цель, а седьмая цель – это зритель, это тот, кто смотрит, наслаждается этим. И седьмая цель – это раса Даршан. Когда вы живёте 24 часа на 7 в расе, то вы становитесь зрителем, получаете Даршан этой расы, и вы становитесь зрителем этого. И в этой книге вот этот абзац очень красиво. А потом он написал столько там много всякой философии, которая не имеет отношения к этому. Но вот эта часть, этот абзац я его очень люблю. Я хочу добавить к ответу Дарадага Ринда, что мы знаем, что главный режиссёр в играх, Радакришна является према. Према makes Krishna dance, the devotees dance, and she dances as there. Как мы слышали часто, что према побуждает Кришну танцевать, он танцует под звук её флейты премы. Сама преданная Кришна танцует, и сама према танцует в том же самом месте одновременно. И в Махамантре есть то место, согласно объяснению, где они нас зовут, приглашают стать зрителями. Они нуждаются в определенный момент в нашем служении, и в то же время они говорят, и вы получите то же счастье, вы будете счастливы. И вы будете счастливы от наших игр, созерцая их участие в них больше, чем вы пытаетесь сами играть в такую игру в материальном мире и просто расстраиваясь от этого. И в отношении вот этой вот игры, которую режиссирует према, я вспоминаю про Шрингараса. Шрингараса означает манджари, украшают свамини. А свамини украшает Мохана. Мохан хочет украсить Шрингараса. И все они пытаются украсить друг друга из-за премы. То есть в этом происходящем главный режиссер, который всем этим заправляет, это према. Есть такое понятие – иммерсивный театр. Иммерсивный театр – это больше всего подходит к ответу на твой вопрос. Это тот вид театра, где нет отдельных зрителей, где все участники. И в зависимости от того, через кого ты смотришь, зрителем может быть и манджари. Зрителем может быть и Кришна. А зрителем может быть и Радика. И попугай. Они одновременно и артисты, и зрители. И, как я уже сказал, ядро этого произведения живое. Кульминация постоянно обновляется. Поэтому самое главное – это внутренняя чуткость. И лучшего примера, чем симфония, я не знаю. Просто еще раз представь себе. Скажи, у тебя туба. Туба – это такая большая труба. У нее всего там партия простая. Очень простая партия. Но нет нот. В оркестре бесконечное количество инструментов. В какой момент тебе нажать на свою «прррррр»? Подскажет твоя стайбала. И когда дирижер просто взмахнет палочкой, польется удивительная симфония, которую не слышал никто. Это лучший пример, который есть у меня. То же самое касается и актерской игры. То есть у этого оркестра нет слушателей. Они сами являются инструментами. Они сами являются инструментами. Исполнителями и слушателями. И играют на струнах своей вечности. И играют на струнах своей вечности. Да, Дамодара – это как на этом. Знаешь, когда Гавархан обходишь, тысячи-тысячи хоров поет. И все поют, и у каждого свой паджан. Знаешь, я на крыше своего отеля до Аршема стоял. Я слышал вот это единение. Это катафония. Она сливается в единое. Рады Ковинда. Рады Ковинда. Их любовь друг к другу. Вот это единение. Слияние. Хотя как бы все разнообразие. Или все разнообразие идет как бы. Рады Ковинда. Ну да, вот это единение. Спасибо, брат. Рады, рады. Просто магазин. И мы не сг情况, как он приходил в рамках. И он слышал крыкофонию в свой взгляд. И он чувствует, что это очень хорошая музыка. Очень хорошая музыка. Онообразие, что вы слышите, что они приходят в сердце, они приходят в сердце. В сердце было открытое. И мы уже встали. Мы слишком много обменения комфорта. Когда ты в потоке, ты слышишь эту музыку повсюду. Когда я чувствую, что я в потоке, я начинаю слушать музыку повсюду. Спасибо тебе, папа. Пишу тебя в следующем выпуске. Браво, рады говорить, джей. Увидимся в следующем. Свалиде говорит, увидимся на следующем. Ома, журналстика, гаденбат. Шалыградан говорит, сколько раз в России. Адбади пруд. Мы вместе, мы еще не манжели, но мы даса, а ну даса, а ну даса. И нужно всегда жить с того у нас на расе, жить счастьем, то есть сделать счастливым всех моих братьев и сестер, продолжать свое служение. Потому что мы самые низкие, мы самые низкие слуги в Шримате Радики. Аста и Бау означает всегда оставаться с Радикой, с Вами. Оставаясь при всех обстоятельствах, даса, 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 слуги, слуги. Спасибо, что присоединились к нашим встречам в Зуме-Ва. Спасибо тебе, Дамадай-Баба. Найс-транс-клуб. Спасибо за перевод, старался. Очень трудно управлять Радаговин. Радаговин. Бау дадаговин. Да, Радаговин. Продолжение следует...